В Станице Северской прошел районный фестиваль народного творчества «Яблочная фантазия». Мероприятие стало уже традиционным и проводится в день православного праздника преображения Господня, который в народе именуют «Яблочным спасом». Хотел бы вас поздравить с этим прекрасным православным праздником. Всем вам я хотел бы пожелать дома полную чашу, чтобы семьи ни в чем не нуждались, урожай чтобы был, как эти яблочки наливные, и чтобы все у вас в жизни было хорошо. В рамках фестиваля наградили победителей и призеров недавно завершившегося конкурса детских развлекательных программ, в котором участвовали все учреждения культуры муниципалитета. Для гостей мероприятие на площади Дома культуры развернулась выставка произведений мастеров декоративно-прикладного искусства и народных умельцев. Проходит она не первый год, всегда популярна и собирает не только местных мастеров, но и гостей из соседних районов Кубани. Я хочу представить вам свои работы. Это вязаные игрушки крючком из плюшевой пряжи. Мы приехали из города Абинска. Очень рада, что пригласили на прекрасный праздник в Северском районе. Всегда с удовольствием приезжаем к вам. А вот Вячеслав Лынь – не кумелец местный из хутора Стефановского. Работает с кожей, деревом, изготавливает керамику. Все вылеплено вручную, без гончарного круга. Кажется, что Вячеслав талантлив во всем. Просто подворачивающаяся ситуация какая-то, столкнулся с кожей, начал кожу делать. Там дочке деревянная свадьба, стал дерево делать. Из дерева делает в основном кухонную утварь. Древесину используют местных пород. Все местное. Просто что-то в лесу, что-то в собственном саду срежаешь. И используешь что-то там. Более ответственные вещи берешь уже сушеную древесину. Ну, а так. Как древесина нам подсказывает, вот, например, так. Сначала смотрю на дерево, а потом уже смотришь, что из него выйдет, именно согласно именно текстуре. Она сама подсказывает. Татьяна Чичурина из станицы Азовской живет в сказочном месте, где природа помогает ей творить из глины вот такие чудеса. Я занимаюсь керамикой 5 лет. Это мое хобби и любовь. Техника называется нарекоми. Смешиваются разного цвета глины, лепятся руками и создается рисунок, который потом открывается, и получается рисунок один на другой никогда не похож. Получается, что природа рисует свой рисунок, а я ей помогаю. Это восточная техника ручной лепки, но у нас в России это называется яхонтовой керамикой. Свои работы привезла и обладательница почетного звания мастера декоративно-прикладного искусства Кубани северчанка Галина Горбанева. Работает она с натуральными материалами – льном, джутом и мешковиной. Каждое изделие, представленное на выставке-ярмарке, отражало неповторимость местных традиций и культурного наследия. Посетители мероприятия смогли увидеть и приобрести для себя и близких уникальные вещи, созданные с любовью руками кубанских мастеров.